В Новосибирском центре по проблемам домашних животных новый директор и новые подходы к работе. Уже ищут новых сотрудников, открыты для предложений и замечаний. Съемочные группы новосибирских новостей показали территорию, где сейчас содержат более сотни собак. И рассказали, почему теперь работа центра не должна вызывать нареканий. Вероника Иванова продолжит. Тишую мурку бездомными теперь не назовешь. Дорогие корма и игрушки на выбор. С ними играют, их гладят и пускают на диван. Настоящая кошачья дольчевита. Порода и родословная Татьяне не важны, поэтому пушистых любимец взяли из приюта. Это лучше, чем покупать. Когда есть возможность кому-то помочь, особенно когда дома дети, и можно им этот пример доброго дела показать, почему бы это не сделать. Тем более, это животное больше любви отдают, наверное, хозяевам. Это животное – наш часть семьи. Его нельзя уже выбросить. Все равно, что выбросить своего брата или сестру. В муниципальном приюте кошек почти нет. Их проще пристроить. В клетках полторы сотни собак. Больше, чем раньше. Ведь теперь их отлавливают гуманнее и эффективнее. У зоозащитницы и нового директора центра по проблемам домашних животных Светланы Слесаревой новые подходы. Если используются в основном сети для отлова, то сейчас будем использовать ловушки. Это позволит увеличить количество изъятых животных, потому что не каждое животное подойдет к тебе на расстояние вытянутой руки, чтобы можно было накинуть сеть. А ловушки, да, они позволяют справиться с достаточно сложными. С этого года эвтаназия животных запрещена законом. Если у собаки или кошки серьезная травма или заразная болезнь, то такой случай исключительный. Но требуется заключение ветеринара. После лечения, прививок, стерилизации и других обязательных процедур временных обитателей центра нужно пристроить или же выпустить. Стараются договориться с производствами и другими площадками, где собаки могут быть полезны, например, как охранники. В центре ищут и сотрудников неравнодушных и заботливых. Привлекают и волонтеров. Добровольцы могут искать хозяев и убирать в клетках. Рекламируют четвероногих теперь и на сайте центра. Содержание приюта для бездомных животных – это лишь часть большой важной работы, неоценимую поддержку. И помощь оказала бы, например, обязательно чипирование животных, чтобы можно было отследить судьбу, найти хозяев, если животное потерялось, или привлечь их к ответственности, если оно было выброшено. Если доказать, что животное оставили в опасности, то есть имело место жестокое обращение, владельцу грозит наказание. Чтобы бездомных животных было меньше, нужно работать с людьми. Профилактику в центре также собираются продолжить, ведь пропаганда ответственного отношения к братьям нашим меньшим и стерилизация питомцев могли бы улучшить ситуацию. Вероника Иванова, Евгений Макаров, Новосибирские новости.